Здравствуйте, уважаемые зрители! Я очень рада, что вы заглянули ко мне на канал MarigisArt. Сегодня мы рисуем мандаринки, шишки и еловые ветки. Я не поняла, точнее не догадалась, как это назвать полностью всю композицию. Давайте назовем просто новогодний этюд с мандаринками. Ну и кроме мандаринок тут, конечно же, еще много-много других предметов и деталек присутствует. И еще я хотела рассказать про одну интересную технику. Я ее назвала серый маркер. И вот я его сейчас держу, обыкновенный серый маркер, не слишком темный, не слишком светлый, вот такой вот обыкновенный маркер, просто серый. И такая техника работает в спиртовых и акварельных маркерах. В акриловых она не работает, вообще не работает. Этот метод мы будем пробовать на данном этюде. Смотрите, работает он достаточно просто и суть вы поймете в процессе. Я сейчас кратко про него очень быстренько и не очень детально расскажу. Саму суть вы поймете в процессе работы. Потому что, вот смотрите, например, те же мандаринки мы закрываем оранжевым цветом, оставляя белые прожилки, например. И потом берем серый маркер. И вот сейчас, внимание всех тех, у кого очень маленькая палитра маркеров, в котором нет всех-всех-всех прям таких вот супер-пупер специфических оттенков зеленого. И, например, есть... нет. Вот можно закрыть все, например, еловые ветки или там мандарины. Нет, вот есть один оранжевый и другого оранжевого, чтобы затемнить, нет. Нет, обязательно приобретите серый маркер, и он заменит вам все. Все темные тона. То есть вы, если даже... И чтобы нанести первые тени, надо просто маркером заштриховать нужную область, растушевать предыдущим цветом. И потом взять этот же серый маркер в глубине и провести еще раз в глубине теней. И так вы подчеркнете основные тени. В общем, основное я рассказала. Теперь давайте уже будем приступать к работе. И сразу намечаем мандаринки. Первая мандаринка поднимается высоко. Потом вторая мандаринка тут скрывается. Видно только ее тут краюшек. И дальше третья, точнее, мандаринка. Она вот тут у нас видна очень-очень сильно. Даже сильнее всех, так как она ближняя. Я клячку не брала. Я возьму ластик, потому что у меня здесь написано на скетчбуке с обратной стороны, что... На титульной стороне, что он, этот скетчбук, бумага выдержит многочисленные стирания ластиком. Ну, потому если у вас такого не написано, то, конечно, лучше брать клячку. Чтобы сильно не травмировать бумагу. Вот так вот мы и сделали. Теперь объем мандаринок мы наметили. Двух, ой, трех основных вот этих долек. Также тут вот есть еще мандаринка. Она подальше от нас находится. Кстати, у этой дольки есть толщина. У вот этой вот тоже есть толщина. И вот тут вот еще чуточку дальше есть еще одна мандаринка. Ну, долька, точнее, у нее тоже есть толщина. Но мы их сильно прорабатывать не будем. И вот тут вот еще хотела добавить мандаринку. Ссылка на фотореференс в описании я еще хотела добавить. Тут вот у нас шишки, объем шишки. Можно просто вот так вот кружочком наметить, потому что шишки мы будем добавлять очень просто, мазочками. Ну, об этом позже. Вот тут вот еще. То есть кружочек, это вы понимаете в данной работе как шишка. Вот такая шишка. Вот тут вот краешек шишки. И еловые ветки. Намечаем их тоже очень просто. Палочка, основная веточка. И вокруг нее небольшой овальчик. Как-то, как сама, сами вот эти, объем иголок. Чтобы каждую иголочку сейчас не прорисовывать. Я советую, такая сложность достаточно работает, так как я здесь, моя основная цель это не рассказать, как рисовать этот этюд. А просто добавить, рассказать, как использовать вот эту технику серый маркер. Вот так вот мы с вами сделали. Все-таки, наверное, я возьму клячку, чтобы осветлить работу. Конечно же, все вот эти вот кусочки кожуры мандаринов, все еловые иголки, все мы обязательно с вами проработаем. Очень сильно я стерла, но ничего. Мне кажется, такой достаточно простенький этюд. И где-то за полчаса или сорок минут мы с вами справимся. Ну, я так думаю, по крайней мере. Теперь мы вот основное с вами стерли. Пятна у нас тоже основные остались. Теперь возьмем обыкновенный оранжевый цвет. Любой оранжевый цвет. Под спиртовые маркеры мы кладем... Не забывайте об этой важной детали. Мы кладем подкладку. Начнем с... Дальние мандаринки можно пока не трогать. Мы начнем с ближних. Закрываем вот эту часть, например. Пока что мы никаких теней не прорабатываем. Ничего. Просто закрываем основным цветом. Но полностью мандарин мы не закрываем, так как в нем имеются прожилочки. Небольшие. Небольшие, но все же имеются. Я опираюсь на фотореференс. Насчет прожилок. Да. Ну и вообще насчет всего. Белые оставляем. Обязательно. Вот эти вот просветы. Здесь вот очень-очень большая такая полоса, как бы светленькая. Вторая мандаринка. Ой, точнее, долька мандаринки. Похожая тоже. С такими же белыми просветами. И вот так вот мы закрыли эту мандаринку. И теперь последняя, самая ближняя. Ее толщина почти не имеет вот таких вот белых просветов. Только два вот просвета. И то они очень-очень маленькие. Ну, как говорится, природа. Она все может. И даже в том месте, где не должно быть этих прожилок, они есть. У меня оранжевый очень-очень яркий. И даже чуть-чуть похож на красный. Если у вас есть оранжевый чуть ближе такой к оранжевому, а не к красному, то берите его, потому что у меня нет. И здесь вот в ближней мандаринке мы уже прожилками добавляем не оранжевый, а белый как раз. Добавляем. Наша задача добавить оранжевый так, чтобы остались прожилки белого. Такая достаточно непростая задача. Но все-таки с ней справиться можно. Такими вот небольшими пятнами мы вот закрываем. Потом еще белой гелевой ручкой их можно, в принципе, добавить, но это потом. Сейчас давайте возьмем и закроем дальние мандаринки. Просто вот так вот. Закрываем. Тут уже лучше не вылазить за контур. Краю этих прожилок делаем неровные. То есть не то, что они прям такие прямые-прямые. Они должны быть очень неровные. Очень неровные. То есть их нельзя делать под линейку. Ни в коем случае. Они должны быть неровные, чтобы мандарин был именно природный, а не подделанный. И здесь закрываем. Спиртовые маркеры очень хорошо растекаются, потому я могу закрашивать в любом направлении. Оно потом со временем, ну как со временем, через минуту, минуты две или три растечется и станет уже незаметное. Или даже секунд через десять, возможно. И также сейчас можно взять долото. Долото это вот эта вот широкая часть маркера. И там в дальней части мы видим небольшой какую-то такую интересную штучку, похожую на кожуру от мандарина. Делаем тут неровный край шишки. И все. Больше мы ничего такого подобного не видим. А, и вот тут вот еще тоже хотела добавить. Кусок кожуры мандарина. Такая мандариновая у нас картинка получается. Сейчас мы никаких деталей не добавляем, таких особенных. Только такие основные. Основным цветом закрываем. Теперь берем какой-нибудь коричневый цвет. И открываем его долото. Берем вот эти вот кружочки, которые мы отмечали для шишек. И мазочками, мазочками делаем их объем. Кое-где можно, в принципе, оставить белые просветы. Еще, конечно же, основные белые просветы мы сейчас не проставляем. Мы сейчас проставляем только некоторые. Потом все основные мы проставим белой гелевой ручкой. Она нам тоже понадобится. Список материалов очень подробный. Вы найдете в описании. Вот тут вот тоже можно край шишки добавить. Вот здесь на мандаринку заезжает. И на фон. Вот сюда. Вот сюда. Внутри тоже желательно не заштриховывать, а закрыть именно этими пятнами, чтобы вот спиртовые маркеры растекаются. И где вы прошлись два раза, вот случайно иногда бывает, там чуть темнее. И уже как-то чуть более похоже на шишку становится. И вот таким вот образом мы делаем все-все-все-все-все-все прям. Абсолютно все сделали. И тени мы, опять же, не добавляем. Это еще рано будем с серым маркером потом тестировать технику. Теперь берем какой-нибудь коричневый посветлее. Любой. У меня это такой оранжево-коричневый. Можно его взять, потому что если у вас есть тоже такой оранжево-коричневый, вы можете его взять. Если нет, не беспокойтесь. Можно даже этот, который для шишек. Но можно... Я опираюсь на фотореференс. Вы можете опираться на свою палитру маркеров. Теперь берем какой-нибудь любой зеленый. Главное, чтобы он был похож чуть на еловый. Ну, хотя бы капельку. Чтобы это сильно светлый, не берите. Вот у меня есть, например, вот такой вот. Вот такой. Но я его не беру, потому что он на еловый совсем не похож. Мы фон не добавляем, потому что потом эти иголки станут очень темными, если мы еще добавим фон. Ну, вот так вот, как трава такая. Главное, их не делать такими абсолютно прямыми. Они должны быть разной длины, разной толщины. Где-то можно посильнее нажимать на кисть, где-то слабее. Тут, например, сильно, а здесь едва, едва заметным касанием можно. Так ветки будут гораздо реалистичнее. Видите, первая даже не такая реалистичная, как вторая, потому что тоже это дело тренировок. С каждой веткой у вас будет получаться все лучше. Дальние ветки мы пока не трогаем. И тени на еловых вот этих ветках и на иголках тоже не добавляем. Мы их будем добавлять обязательно. Теперь вот добавляем последнюю. Она такая, видим, достаточно размытая, потому здесь можно очень даже хорошо нажимать на кисть маркера, чтобы показать, что она именно такая не главная тут. не главная, можно сказать, героиня нашего, можно сказать, произведения, скетча, этюда. И вот тут вот тоже добавляем. Можно взять тот же предыдущий коричневый цвет, который мы использовали для веток, и везде вот эти ветки подобавлять. Дальние ветки тоже тут можно. Пару штук добавить, и все. Не добавлять слишком много, слишком детализировать дальнее пространство мы не будем. Оно дальнее, оно и должно быть дальним. И теперь берем, пока к дальним не переходим, берем и некоторые иголки расставляем. Под мандаринами, возле мандаринов, за мандаринами, везде-везде, без исключения. Кое-где одна, где-то можно добавить три. Но здесь все очень так по-новогоднему, так еловых вот этих вот иголок очень-очень много. Сделали, теперь вот этой кистью можно немножко добавить дальних иголок. Мы их слишком сильно не детализируем. Это у нас этюд. И вот такая вот у нас получается работа. Очень даже, мне кажется, красивая. На дальние ветки за них можно не смущаться. Они дальние, они должны быть такие. Так, готово. И я даже не знаю, что уже тут добавлять, кроме фона. Фон нам надо, нам остается добавить только фон. Сейчас надо выбрать цвет фона. Например, вот такой можно. Например. Сейчас попробуем. Его чуть-чуть подзабыла. Вот такой вот желтенький. Ну, я не знаю. Можно, в принципе, взять и его. Ну, давайте его и возьмем. Потому что надо брать какой-нибудь светлый. Чтобы потом, вот смотрите, мы проходимся по еловым веткам. Ой, точнее, иголкам. А им ничего не становится. Они как были зеленые, так зелеными и остаются. И это плюс вот этих всех светлых тонов. Потому что, когда ими проходимся по более темным тонам, они не затемняются. До конца можно не прорисовывать. И в просветы у мандаринок желательно не залезать. Как я уже сделала пару раз. Но ничего. По еловым иголкам тоже надо проходиться. И по веткам. Чтобы везде был этот желтый оттенок от фона. Я взяла долото, потому что долото шире. Им гораздо... По двум причинам. Во-первых, это гораздо быстрее. Во-вторых, это гораздо... Потом лучше смотрится. Нежели кисть. Потому что, если внимательно присмотреться к фотореференсу. Тут даже без присматривания. Видно, что на фоне у нас древесина. То есть, это деревянный стол, на котором все это лежит. И потому мы вот так вот делаем. Очень много так нам надо залить. Ну, потому мне не очень нравятся такие большие прям форматы, как А5. А4 вообще не люблю. Маркером рисую только на А5 формате. На А4 не рисую вообще. Вот так вот лишние клочки, если не такие есть, снимаем с маркера. Закрываем. И все. Фон готов. И теперь мы переходим к самому интересному и главному. Это серому маркеру. Возьмите 1. Нам нужен всего лишь номер. У меня это 15. Начнем с мандаринок. И смотрите, как преображается оранжевый цвет. Он становится такой интересный. Не слишком темный. К тому и не надо брать слишком темный. И слишком светлый тоже не надо. Потому что будет очень плохо смотреться. В маркерах идется от светлого к темному. Потому что предыдущая наша работа была гуашью. В гуаши вот наоборот. А в маркерах от светлого к темному. Потому мы сначала закрылись светлыми тонами. И теперь погружаемся в темный тон. И можно вот так вот второй раз просто проходимся по стыкам мандаринов. И они у нас становятся гораздо темнее. Прямо гораздо. На ближнем мандарине мы едва-едва добавляем тени. Потому что он у нас очень даже на свету. Его вот этот бачок находится. Очень много на нем бликов. Их гораздо больше, нежели теней. Но тут нам надо обязательно добавить прожилки. Вот так вот. Просто можно прямыми линиями показать, что это именно мандарин. На кожуру можно добавить вот так вот кистью-точечки маленькие. А на дольки, на все остальные, надо добавить прожилки. Их уже можно, теневые, добавлять прямыми. Потому что светлые, немножко искажаются. Вот здесь можно заметить, что здесь бачок у мандарина чуть-чуть, можно сказать, лопнул. Потому что его кожура... Ну, не кожура, а прослоечка вот эта вот немножко лопнула. И она здесь очень такие блики активные на нем. Вот это достаточно теневой мандарин. Дальняя кожура от мандарина тоже достаточно темная. Ну и теперь давайте уже растушуем этот цвет. Берем предыдущий оранжевый, которым мы пользовались, когда закрывали мандарины. И теперь закрываем. Не забываем про просветы, которые мы оставляли. Белые. Прожилку каждую можно не тушевать, а так просто пройтись слегка. Тоже хорошо очень даже растушуется. Вот здесь вот тоже на дальней кожуре мандарина. И здесь вот. Везде добавляем растушевку. Теперь берем тоже кисть и добавляем на шишки. Вот такими вот тоже мазками. Точнее, штрихами. Скрепящими достаточно сильно. Где-то мы даже наводим, чтобы сделать акцент на этих местах. И вот здесь вот тоже самое делаем со всеми шишками. Во всех шишках надо добавить вот этот вот объем. Конечно же, мы потом еще добавим объем и с помощью бликов. Но для начала надо добавить с помощью теней. Потом еще мы, конечно же, еще добавим тени от предметов. Но это потом. На шишках можно не тушевать. Если у вас получилось резко, можете растушевать. У меня все сразу расплылось. Так как я говорила, что спиртовые маркеры очень быстро растекаются. Ну, по крайней мере, мои. Теперь можно немножко добавить теней и на еловые ветки. Маркером нарисую. Ну, не слишком сильно мы углубляемся в это дело. Иголки, они не должны быть слишком такими прям глубокими. И что еще нам остается добавить? Это тени от предметов. От каждого предмета. Для начала нам надо добавить тени от основных предметов. Основные предметы это у нас вот шишка, кожура, ветка еловая, долька мандарина, тени у нас уходят влево и чуть-чуть, ну, не слишком сильно уходят. Совсем слегка. Очень-очень совсем-совсем прям так слегка, слегка. Ото всех, от даже самых дальних предметов мы добавляем тень. Так как даже дальние предметы у нас объемные. Да, надо... Про это нельзя забывать, что у нас все предметы объемные. От еловых веток достаточно сложно добавить тень. Ее можно просто вот так вот наштриховать. Вытянуть ее чуть-чуть влево. И все, тень готова. У нее еще можно добавить, там где зеловые ветки, край, ну, такой неровный, как иголки. Еще забыла добавить тень от мандаринов. Тень от мандаринов тоже вытягивается достаточно сильно в сторону. И теперь добавляем от иголок. Даже от каждой не самой тонюсенькой иголочки всегда должна быть тень. Теперь делаем основные тени. На иголочках, конечно, мы не будем их делать, потому что это уже не скетч, а прям супер-пупер проработанная работа получится. И тут прям надо супер-тонкую кисть, чтобы это все делать. Ну, и потому просто можно так добавить, углубить тени. И все. Нам остается взять цвет фона, вот этот желтый оттенок, и можно уже кистью растушевать переход у теней, у первых теней, которые достаточно светлые такие. Растушевываем. Надо их достаточно хорошо растушевать, чтобы граница была мягкая. Чем мягче, тем лучше, тем реалистичнее. У меня мандарины получились слишком красные, а так работа прекрасная. Я думаю, что у вас получилось не менее отлично. Теперь возьмем белую гелевую ручку и проставим блики. Если тени у нас уходят влево, то значит цвет у нас идет справа. И потому мы справа добавляем вот этих вот всех бликов, прожилок. Всех-всех-всех. Точечки на кожуру. На все-все-все кусочки кожуры. На шишки. Вот такие вот овальчики. Надо же, можно на иголки чуть-чуть добавить. Просто такими вот штришками. Штрихами маленькими, небольшими, незаметными добавляем. И вот так вот у нас, мне кажется, отлично вышло. Спасибо вам огромное за просмотр. Обязательно еще надо поставить подпись в углу работы. И надо еще поставить обязательно, ставьте дату создания этюда. Я ставлю просто год. Вы ставьте более точную дату, чтобы отслеживать свой прогресс. Этюд наш, скетч, готов. Еще раз спасибо за просмотр. Подписывайтесь на меня, Мария Гесарт. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк. И мне будет очень приятно. Также в описании можно узнать поподробнее, как можно со мной связаться и где найти обратную связь со мной. Где можно задавать вопросы и писать свои впечатления. И также пожелания к следующим урокам и марафонам. А на этом я с вами прощаюсь. Всем еще раз, третий уже раз спасибо. И до скорой встречи. Наверное, скорой. И пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok